Главный герой спектакля мечтает о морской стихии, ведь его дедушка был бороздившим моря отважным капитаном. Но что поделать, если мечта твоя слишком велика и не спешит сбываться, а ты всего лишь маленький мышонок, живущий со своим семейством в оперном театре. Мы играем в эту историю, как будто бы это театр, в который приходят зрители, как будто бы это театр, созданный мышами. Поэтому вот у нас такая своеобразная декорация, как будто бы большая картонная коробка, и, соответственно, зрители, которые приходят, они тоже мыши. Чтобы зрители наряду с актерами в полной мере ощутили себя маленькими мышками, человеческие фигуры гигантского роста предстанут перед ними на специально закрепленных в зале экранах. Сценическое пространство Тюза на сей раз используется в полном объеме. Ребята, сидящие в зале, должны с легкостью представить, будто они взаправду вместе с мышиными персонажами очутились в дырявой картонной коробке. Вообще все получилось даже лучше, чем задумывалось, потому что первое впечатление, когда ты заходишь, как будто бы в стене театра действительно появилась какая-то дыра в иной мир. Перевоплощаться в образ животного Для этого актера задача не самая простая. Между тем, служители Тюза обязаны уметь справляться с ней на отлично. Авторы новой постановки иносказательно, приглашая зрителей в придуманный мышиный мир, стремятся донести до ребят мысль о том, что даже если твоя большая мечта не сбудется, на смену ей придет другая. Та, что однажды обязательно осуществится и поможет найти себя. Главный герой мышонок Тео капитаном так и не стал, зато нашел свое место в театре. Он понимает, что раз я родился в театре и имею страсть к музыке, имею к этому способности, от которых я как бы отмахивался, значит вот моя дорога, вот моя страсть. Значит, если дедушка был морской мышью, потому что он родился на корабле, значит я должен стать настоящей театральной мышью. Как приступил бы дедушка? Мой дедушка Магилан! Я звалюю! В отличие от Тео, его сестра Памина не намерена отступать от мечты, даже вопреки тому, что окружающие с самого раннего детства твердят, что ее цель неосуществима. Неизвестно, что там будет дальше с этой мышкой, но она влюбилась в балет. Мышиного балета не существует, говорят ей братья, говорит ей мама, говорит ей весь мир. Но она хочет, она хочет быть балериной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и молодец, хорошо, и раз, два, три, четыре... Узнать о невероятных приключениях смелого мышонка и его друзей маленькие зрители могут уже в конце этой недели. Премьерные показы спектакля «Тео. Театральный капитан» в постановке Ивана Пачина пройдут на сцене Севастопольского тюза 26, 27 и 28 августа. Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн. Новый спектакль появился на свет при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины». Максим Давыдов, Дмитрий Фомин, Севенформбюро.